Неоднозначный человек Я был оскорблен, когда я, ну, ведущая была И все, обратно надо было ехать в поезде в СВ И он сказал, я с тобой в одном купе не поеду Ехай с кем хочешь И гордо ушел в конец вагона Это в течение всей нашей жизни повторялось регулярно И когда мы репетировали трудные люди Валя просто был возмущен, как я неправильно репетирую Вот Гарик мне даст собрать Я все время плакала на груди у Гарика Требовала, чтобы заменили меня Я так страдала, у меня ничего не получалось В какой-то момент, это, по-моему, было на генерале Что-то отпустило Пришла какая-то свобода А Валя вот эти все апарты говорил прямо в зал И тем же громким голосом обычно Вот я лет пятьдесят с ним на сцене Но он никогда в жизни вот так не говорил Он прямо говорил на зал И в какой-то момент, когда я освободилась Мне легко стало Он громко повернулся ко мне Сказал, ну все, Лилек, я женюсь на тебе И так, и так, Оля, ну ты знаешь его И так, из огня до в полымя То год не разговаривает И когда подходил ко мне Вместо здрасте он делал так И я не разговариваю Мы все время обижались друг на друга У нас какие-то поводы для обид Я не знаю, откуда они брались Сейчас плачу и думаю, что я за дура Надо было сразу же прощать Я вот, к сожалению, без ненормативной лексики Но нету образа И я все-таки, извините, воспользуюсь Нету без этого Вали Он меня столько раз посылал на три буквы Просто во время спектакля И это было невероятное гастроли в казино в Америке Я не знаю, почему наши трудные люди продали в казино И мы там и жили в казино И на первом же спектакле Полный зал, там русские сидели Я не знаю, как они это организовали А рядом все Вот это, в казино И вот А мы все У нас было плохо с памятью И у Кваши, и у Гафты И у меня, и Гарик тоже этим И вот в какой-то момент во втором акте Валя забыл текст И говорит, Квашонок Игорь так испугался, что тоже забыл текст Он говорит, лелек Громко навязал Он никогда такой Тихонько не говорил Лелек, что дальше Но так как и у меня с памятью уже было плохо Я замерла и собралась как могла И подсказала Валя пошел дальше И тут выяснилось, что это из первого акта И тогда Надо видеть лицо Вали Когда он ненавидит Валечка, прости, что я это рассказываю Но это тоже часть Он громко на весь зал Сказал, ну лелек Ну и бледище ты Так бледищей проживаю до сих пор И последнее моё Я так играла Коломбину Это такой для меня был подарок от Виктюка Ромочка, я тебя нигде не помянула И Валя пошел в зал смотреть Когда для папы мам Коль, кончился спектакль Я с помнением жду, что он мне скажет Он подошел и сказал Хорошо играешь, лелек Но, понимаешь У тебя нет У тебя нет сынка в джобе Что это такое? Я не поняла Но я поняла, что я рабею на сцене И так долго-долго И есть о чем вспомнить И есть чему посмеяться А нет, не сынка Свинца в жопе не Вот это слово главное Свинца Это понятнее И когда появились эти божественные стихи И он сам был потрясен Что из него льются эти Действительно изумительные стихи Он звонил по ночам Он читал эти стихи При плохой памяти Он все помнил Вот эти божественные стихи Он всегда помнил И он не мог без них обойтись И везде, где мы там какую-нибудь награду нам давали Мы стояли Он читал эти стихи Это было его последнее Вот такое Что Бог ему дал Уйти в поэзию Когда уже и театр стал отступать Когда на сцене У него отнимались ноги Однажды я его спросила Валечка Вот это ноги отнимаются И Руки не унять Это у тебя случилось После того, что случилось С твоей дочечкой И он сказал Он Это Такое было Глубокое для него потрясение И такая страшная Трагедия Вот тогда появилась поэзия Мне так кажется И к сожалению В конце ушел дядя Божественный артист И мое счастье Что я рядом с собой Видела Как это происходит И очень красивый мужик Очень Вот Из всех артистов Нашего поколения Один из самых красивых И очень чудной Очень чудной И от него можно было ждать И оплевку И невероятную нежность Алечка Тебя Благодарю За то, что За эта нежность Никаких обид не осталось Очень люблю И все Прощай Увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...